27 июня в России отмечают День молодежи. Это не только праздник, а еще и повод привлечь внимание к проблемам молодежи. Молодость – это возраст мечтаний, надежд и становления человеческой личности. Какая она, современная молодежь? Сегодня мы дали слово представителям молодого поколения, тем, кому предстоит в ближайшие десятилетия развивать страну, тем, от кого реально зависит наше будущее. О чем они думают, какими видят себя, к чему стремятся – подробнее в сюжете моей коллеги Алины Багиловой. Дагестан славится талантливой молодежью, отличающейся неподдельным патриотизмом, успехами в учебе, спорте, творчестве и искусстве. Молодые люди активно участвуют в жизни нашей республики, показывая высокие результаты в разных сферах, достойно представляя не только нашу республику, но и страну в целом. Молодежь, придерживающаяся разных взглядов, но объединенная одним порывом – желанием сделать мир лучше. Магомед Хан – призер Всероссийской олимпиады уже с юного возраста. Он начал читать университетские учебники и научную литературу, твердо решив для себя, что станет нейрохирургом. Мне очень интересно данное направление, а также, что человек работает с мозгом. Это главный орган у нас, в котором находятся все наши воспоминания, чувства. Работать нейрохирургом, я думаю, это очень интересно и захватывающе. По большей части у меня была не школьная программа, я готовилась к олимпиадной программе, чтобы поступить в ВУЗ. Если бы я выигрывал эти олимпиады, то я смогу поступить. А так и получилось. Еще один пример яркого представителя молодого поколения – Гульбике, призер Всероссийской олимпиады школьников по технологиям. Она мечтает стать дизайнером и открыть в Дагестане свое швейное производство. В девятом классе в региональном я заняла первое место и прошла в заключительный этап Всероссийской олимпиады. И тогда мы уже начали готовиться по полной. Я поехала в сборы в Москву, начала заниматься, ходила в ателье, шила. И после того, как мы оттуда вернулись без места, уже нас было не остановить. Мы участвовали и в следующем году, и в этом году, и в этом году. И, наконец, я стала призером, я добилась. Я хочу закончить Санкт-Петербургский государственный университет дизайна, вернуться в Дагестан и открыть свое большое швейное производство. Я вижу его очень стильным, большим, масштабным. Я вижу, как люди работают в нем, как они подставляют в разные магазины, товары, одежду, которую мы производим. Мне кажется, что учиться, это, наверное, на данный момент, это самое главное. Потому что мне кажется, что учеба открывает практически все. Если не все, то многие двери она открывает. Помимо творческой молодежи, Дагестан славится также и молодыми богословами. Теми, кто с ранних лет своим примером прививает сверстникам любовь к религии Всевышнему. Амир – один из молодых хафизов, который в свои 18 лет уже выучил Коран наизусть. Теперь он передает эти знания другим, обучаясь священному писанию и основам ислама. Для меня сейчас важно передать то, что я знаю. Передать другим, моим ровесникам. Хотелось бы тоже, чтобы они поближе познакомились с нашей религией, с Кораном, чтобы все умели читать. Как мы все знаем, то, что мы приобретаем, мы должны дальше передавать, как мы можем в себе как бы не держать. Дальше передавать и сами дальше обучаться. Не останавливаться на этом. Именно на Коране, если помысл улучшить, уже дальше учить, и так далее, чтобы уже с перевода мы как бы понимали. А вот еще один юный последователь исламских наук, призер Всероссийской олимпиады исламских дисциплин Магомед Ари по совету родителей связал свою жизнь с религией, будучи еще совсем ребенком. Он прекрасно знает основы вероучения, теперь работает в одном из крупнейших на Северном Кавказе исламских университетов. Я считаю, это как бы призванием и большой милостью Всевышнего Аллаха для меня быть носителем знаний. И впоследствии этого показать другим нравственный характер, обучать их и донести до других знаний. Прочитал историю ислама, мы знаем, как Дагестан славился своими алимами, и видя их труд, который они донесли до нас, хотелось бы тоже их путь продолжить. Желание помочь объединяет абсолютно разных людей с разными профессиями. Все они объединены общей миссией – нести добро и помогать другим. Так, например, волонтеры-медики в очень сложных условиях помогли сотням людей на безвозмездной добровольческой основе. Я была одним из организаторов именно волонтерства в республике, именно в сфере здравоохранения. И до сих пор продолжаю эту деятельность. И в период пандемии, конечно, когда ситуация начала ухудшаться, те люди, которые находились в зоне риска, это именно пожилые, инвалиды, маломобильные граждане, они больше всего нуждались в помощи. И я не могла здесь остаться равнодушной. Я работаю со студентами, с такими же волонтерами, как и я когда-то, и мне хочется им привить именно чувство вот этого сострадания, чувство небезразличия. Ну, и это и есть моя главная цель, приходя новым волонтерам все время это прививать. Дагестан славится большим количеством спортсменов. Их вклад в развитие физической культуры и спорта неоценим. Молодые ребята на примере друг друга благодаря своему упорству и труду становятся призерами и чемпионами. Их имена известны далеко за пределами родины. Алихан Жабраилов – чемпион мира по вольной борьбе. С 10 лет он связал свою жизнь со спортом по примеру своего отца. На протяжении этого времени ты уже видишь там других спортсменов более такими высокими результатами, и уже как-то на них хочешь равняться, на них хочешь быть похожим. Когда я только вот начинал более серьезно тренироваться, это как бы такая, знаете, цель была попасть в сборную, получить там экипировку, там получать стипендию. И когда уже я этого достиг, ну, я подумал, ну, достиг, и уже мне чего-то большего захотелось. И вот так постепенно, постепенно. «Откуда ты, молодость? Я отовсюду. Чем будешь ты миру, днем завтрашним буду», писал наш великий земляк, народный поэт Дагестана Расул Гамзатов. Именно такая молодежь, смелая, умная, амбициозная, разносторонне развитая, духовная, трудолюбивая, жаждущая знаний и высот определяет будущее Дагестана. Алина Багелова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.